В Казахстане официально почти 450 тысяч безработных. Такую информацию предоставили в Бюро национальной статистики. Причем большую часть составляют люди от 29 до 44 лет. С 2019 года этот показатель увеличился на 10 тысяч человек. Мой коллега Диас Еркинов побеседовал с экспертами, чтобы понять, как нужно бороться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Он с нами сейчас на связи. Диас, добрый вечер. Что думают эксперты о ситуации с ковидом? Диас. Приветствую, Галина. Я побеседовал с политологом Досомом Садпаевым. Он считает, что модель выхода из коронакризиса Казахстан должен взять у Америки. Напомню, недавно президент США Джо Байден принял пакет антикризисных мер на сумму почти в 2 триллиона долларов. И большая часть из них пойдет на поддержку населения. Эксперт также подчеркнул, что подобный кризис происходит впервые в истории человечества, потому что во времена Великой депрессии и Великой рецессии спасали отдельные отрасли экономики. Сейчас же нужно спасать всех. Я думаю, в первую очередь нужно поддерживать параллельно как бизнес, потому что понятно, это и рабочие места, это и экономическое развитие, и также активно поддерживать покупательский спрос. А это только через выплаты. Я не говорю только про 42 500. Это не очень большие деньги. Может быть, их стоит увеличить с учетом того, что рост инфляции еще идет. Я думаю, необходимо ввести безусловный базовый доход. Это когда в течение года, может быть, полтора, практически всем гражданам Казахстана, которые когда-то подавали на те самые 42 500, государство ежемесячно должно плачать хотя бы такие деньги, может быть, чуть больше, для того, чтобы немножко поддерживать покупательский спрос. Но этого в Казахстане пока нет. А вот экономист Расул Расмабетов, напротив, считает, что Казахстан не может позволить себе печатать еще больше денег. Вместо этого для преодоления экономического кризиса стране необходимо решить несколько задач. В первую очередь, это, наверное, пересмотр каких-то трат бюджета. Во-вторых, наверное, надо понять, что у нас самое главное для нас не нет, допустим, металла. Да, они нам приносят какие-то деньги. Но самое главное нам создать долгосрочные рабочие места и поднимать сельское хозяйство. Это вот такие вещи. На вопрос, как же создавать рабочие места в нашей стране, экономист напомнил об инструментах государственно-частного партнерства. Он может оказаться эффективным, но только если действительно создавать долгосрочные рабочие места. По мнению экспертов, первыми, кто победит коронакризисом станут Китай, США и страны Европы. Отмечу, что теорий решения этого вопроса много. Весь мир борется с последствиями пандемии ковида уже второй год подряд. И каждый выбирает свою модель. Галина. Спасибо, Диас. А мы продолжаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.